В микрорайоне «Гусарская баллада» открыли долгожданный детский сад на 400 мест. Его возвели почти на полгода раньше, чем планировали. Образовательное учреждение ввели в эксплуатацию совсем недавно, но малыши уже приступили к занятиям и остаются на полный день. Кроме уютных групповых комнат и спален, в трехэтажном детском саду есть залы для занятия музыкой, спортом, хореографией и творчеством, а также пищеблог, медицинский и процедурный кабинеты. На улице игровые площадки и теневые навесы. Образовательное учреждение построено в рамках нацпроекта «Демография» за средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Результат работ проинспектировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также обсудил с жителями другие нужды «Гусарской баллады». Школа 1 сентября на 2-2,5 тысячи человек будет готова, да? Это отлично. У нас наши бедные дети в 6 утра встают, чтобы ехать в школу в Одинцово. Пока в микрорайоне нет ни одного образовательного учреждения. Родители вынуждены отправлять своих детей на учебу в Одинцово, лесной городок и другие населенные пункты. Полгода назад здесь начали строить школу на 2200 мест. Сейчас ее готовность уже более 53%. Открыть ее должны к новому учебному году. Наша задача сделать, чтобы школы и дети там находились в полный день. Во-первых, у вас будет больше свободного времени. Во-вторых, там есть вся инфраструктура, смысл ее использовать до 14 часов или до 15. Когда можно использовать благодаря вам секции, соответственно, и дальше. Дети были заняты. Еще один из наболевших вопросов микрорайона – отсутствие объектов здравоохранения. По поручению губернатора, правительство области буквально в ручном режиме решает эти вопросы социальной инфраструктуры. Андрей Воробьев вместе с жителями обсудил варианты локаций будущей поликлиники. У нас есть два места. Вот это и альтернатива за спиной. У нас недостроенное здание, если вы видите. Нам Росимущество, его, как говорит Андрей Робертович, через два месяца передает. Через два месяца мы получаем тот недострой, мы его будем разбирать и параллельно проектировать. В ходе обсуждения было принято решение возводить поликлинику на месте недостроя из-за удобства подъезда. Губернатор отметил, что через полтора-два года здесь появится ультрасовременное медучреждение на 500 посещений в смену со всем необходимым оборудованием. Полина Толмачева, телекомпания Одинцова.